Приветствую друзья! Продолжая следовать по линейке брендов, сегодня предлагаю окунуться в целый океан характеров магнитопланарных наушников HIDIS MP145. Мало того, что в них как-то уместили 14,5 мм драйвер, так еще и снабдили модель тремя съемными фильтрами и наделили тремя же комплектами разных по звучанию амбушюр. Что в совокупности позволяет тотально трансформировать настройку от практически ровной АЧХ и до совершенно безудержной экспрессии. Все на ваш вкус и под ваше индивидуальное настроение. О них сегодня подробно и говорим. Собственно, поехали! Пришла модель в строго оформленной картонной коробке с изображением непосредственно героев обзора, логотипом пройденной HRS-аудио сертификации и списком ее основных характеристик. Где стоит отметить довольно-таки большой планарный излучатель с импедансом в 30 Ом при чувствительности 103 дБ. В комплект нам положили макулатуру, простенький мешочек из кожзаменителя, две пары сменных фильтров, а также целых три набора совершенно разных силиконовых амбушюр. Насадки, конечно, звезд с неба не хватают, но позволяют немного подкрутить звук под свои личные вкусовые приоритеты. Кабель на вид не сказать, что впечатляет, однако он гибкий, витой сразу на балансный джек 4,4 мм, да и по сопротивлению весьма хорош. Всего 123 тысячных Ома. Причем это на каждой из жил. Менять такой точно не стоит. Сами чашечки крупные, но какие-то чрезвычайно легкие, хотя и полностью сделаны из металла. Из важного здесь одно отверстие для компенсации с внутренней стороны, два боковых отверстия с внешней. Это такая акустическая фишечка у данной модели. Абстрактная текстура с хвостом кита в виде литеры У и средних размеров звуковод со сменными фильтрами. Всего фильтра три. Красный для тех, кто любит поровнее, медный как максимально сбалансированный и предельно отвязный серебряный. Смотрятся наушники стильно, сидят удобно, да и ощущения соприкосновения с кожей от них очень приятные. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас достаточно быстрый, с внушительной амплитудой, импульс. Незначительные расхождения между каналами и искажения, в пиках достигающие 0,36%. Что довольно таки неплохо. Фаза ведет себя естественно, а затухания на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения, без коллибо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с правильным заходом на середину. Аналогичные амплитуды или в случае красного фильтра, легкое выделение области разборчивости и пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего нам в значительной степени подсветили только 16,5 кГц, дабы насытить звук воздухом и слегка подчеркнуть всякие там тарелочки. Удивительно, но график МП-145, как я собственно и предполагал, просто поразительно похож на Мундроп Ариа 2. А следовательно, это очередная вариация на тему той самой хармоновской кривой 2019 года. С серебряными фильтрами получается тоже очень схожая картина, а вот с красными нечто близкое скорее к Яньин Кэнон 2, но гораздо спокойнее и ровнее. По мне, так это просто фантастический разброс настроек, способный удовлетворить почти любые вкусовые пристрастия меломана. Много видел наушников с фильтрами, но чтобы так круто не было никогда. По подаче же Хидис МП-145 действительно очень напоминает другую новинку – Мундроп Ариа 2. Только здесь живой, естественный, а не дутый, как у Мундроп, вес акустических инструментов намного лучше прорисовка нюансов и количественно меньше баса. То есть в качестве пробника МП-145 обновленные Ариа вполне могут подойти. Но это мы говорим лишь о стоковых медных насадках, где имеется приличная масса, глубина и лишь слегка подчеркнуты верха. Если же вы хотите максимального драйва, а вместе с ним и просто высочайшего разрешения – обязательно попробуйте серебряные фильтры. Скорость, драйв и техничность в них принимают какие-то совершенно феноменальные значения. Однако за это мы платим массой и появившимся излишком воздуха. С медными фильтрами все куда более сдержанно и цельно, но зато сочно и, так сказать, с огоньком. Если же установить красные фильтры, то вся имеющаяся здесь насыщенность приобретает уже элементы певучести и слушается на совсем ином, намного более эмоциональном уровне. Но и тут есть свои нюансы. С ними мы получаем два серьезных таких пика на высоких частотах, которые хотя и добавляют звук разборчивости, искристости и некоторой прозрачности, однако вместе с тем усиливается и общая резкость на верхах. Иногда даже переходя в агрессию и некоторую черствость. Обычно все это очень в тему, скорее добавляет особого такого колорита и немного заостряет атаки, но в плохо сведенном материале высокие могут таки и резануть. То есть, как это всегда бывает, у каждого режима есть свои плюсы и минусы. Но лично меня буквально будоражит разброс, с которым мы от техничности переходим к мелодике, а от относительной нейтральности к вполне себе состоявшейся певучести. Чем, так сказать, данная модель меня и прельщает. В сравнении с бинари Шопен, герои обзора, на мой взгляд, звучат чуть менее естественным, сцена не так интимно приближена, лучше очерчены высокие частоты и намного меньше того, что мы называем весомостью или телесностью у музыкальных инструментов. Шопен звучат все-таки более основательно и четко, хотя по общему разрешению динамики и некоторой деликатности заметно так проигрывают МП-145. И это если мы говорим о установленных медных фильтрах. Симгот ЕА1000 звучат намного чище, техничнее, быстрее и на целую ступень детальнее. Но у них все та же проблема с легковесностью, повышенной агрессией и отсутствием той самой уютной атмосферы, которую мы имеем в героях обзора. Если же рассмотреть флагманские решения на примере Эпс 530 или Яньен Мунлайт, то Хидис им уже серьезно так проигрывает, но в основном по совокупности достоинств. У флагманских решений разные контрастные элементы куда лучше согласованы и органично сплетены в общую концепцию звучания. Впрочем, у них и ценник во много раз превышает 160 долларов. О совсем уж бюджетных решениях даже говорить нет смысла. Всякие там Тэнкзу Фуду или Симгот ЕВ-200 не то, что не близко, они как и с другой вселенной. Отсюда вывод. Герои обзора действительно способны на многое, но это относится не к тому, что они убийцы топов, а к возможности из одной настройки с ее фирменным характером и особенным почерком, буквально в считанные секунды перевести наушники в совершенно иной режим, где если не все, то очень многое будет звучать совсем иначе. Разбирая по частотам, здесь хоть и не очень глубокий и плотный, зато довольно текстурный и чуть ли не безупречный по скорости бас, уютная, слегка теплая и сверхмелодичная серединка и продолжительные, четкие, но не пересвеченные высокие частоты. Что я считаю просто идеально в плане гармоничности и баланса частот. Разрешение, конечно, тут не зашкаливает, но его вполне достаточно, чтобы передать все возможные оттенки и нюансы звукоизвлечения. Отчего образы строятся, хотя и подробными, однако со значительным таким уклоном в макро. Кроме того, просто не могу здесь не отметить превосходную динамику, четкость и некоторый даже уклон в нейтральность. Не сильно, но легкая строгость звучания прослеживается, как и собранность и просто превосходное разделение инструментов. Так что данная модель подходит как для мелодичной или вокально ориентированной музыки, так и для разнообразных тяжелых или, например, академических жанров. Здесь и скрипка звучит прямо-таки словно живая и от гитары буквально мурашки бегут по коже. Но лично меня подкупает даже не это. Особенная такая просто сверх комфортная и абсолютно непринужденная атмосфера с легким налетом бархата и приятной слуху искристостью. Этот звук точно не назовешь ни простым, ни банальным. В нем, так сказать, есть своя особенная харизма и то, что заставляет получать от звука то самое эстетическое удовольствие. Что же касается тембрального объема и прорисовки пространства сцены в глубину. Здесь этого с одной стороны более чем достаточно. А с другой звучание у нас все-таки ближе к нейтральному. С той самой строгостью, контролем и точностью. То есть полноценно музыкальными, как в случае T-Audio Hype 2, героев обзора назвать, к сожалению, нельзя. Но это и не пресное, отстраненное или неестественно выхолощенное звучание. Здесь музыка реально звучит со своим характером, экспрессией и приличной вовлеченностью в материал. Поначалу, правда, мне везде, кроме красных фильтров, немного не хватало веса и амплитуды низких частот. Но когда я наконец выкупил задумку, то очень впечатлился масштабом, частотой и той предельно реалистичной атмосферой, что создает MP145 практически на любом по стилистике материале. Поэтому первое мнение о данных наушниках лучше оставить при себе и дать прогреться как непосредственно драйверу, так и собственному восприятию, освободив его от всего привычного и хорошо знакомого. По источникам модель особых ограничений не выставляет, но это планарный драйвер, а он любит, когда мощности не просто достаточно, а когда ее прямо-таки много. Именно поэтому, кстати, я и выбрал конфигурацию с балансным штекером 4,4 мм. Отверстия сзади лучше не закрывать. С ними, конечно, наушники становятся частично открытыми, однако на практике это совершенно не мешает, а та самая непринужденность звучания очень от того зависит. Вот как производитель все задумал – идеально. Итогом магнитопланарные наушники HIDIS MP145 удобно сидят, почти ничего не весят, кабель в комплекте достойного качества и безусловно радует разброс, что нам дает три пары комплектных амбушюр и три же пары фильтров на звуковод. Хотите максимально линейное звучание, но с эдакой перчинкой на верхах – пожалуйста, вот вам красные фильтры. Любите классического Хармона с его выразительностью и драйвом – стандартные медные. Ну а если есть желание добавить звуку напора и подчеркнуть разрешение – серебряные. Лично мне по вкусу пришли 7, кроме последних, но и для них, уверен, придет свое время. Звучит же модель чисто объемно, выразительно, с легким бархатным окрасом и небольшой искристостью на верхах. Получилось одновременно и очень музыкально, и довольно таки технично и просто сверх масштабно. Да, на более дорогой сегмент герой обзора совершенно не претендует, но за свои деньги они реально просто короли. Я их, хотя и не сразу, но распробовал и по достоинству оценил задумку с Дехалом. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники HIDIS MP145. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра. Субтитры сделал DimaTorzok